всем привет с вами кейн и сегодня у меня в обзоре острый гетланд европейский эсминец 9 уровня эта ветка что-то необычное по сравнению с теми ветками которые уже есть в игре ну во первых это достаточно такой торпедный эсминец не артиллерийский но артиллерия у нее на нем тоже есть неплохая но здесь такая особенность в том что нету дымов всей ветки из расходников здесь есть только форсаж хилка и заградка в общем артиллерия здесь имеет компоновку всего лишь две двухорудийные башни но они обладают достаточно высокой скорострельности в общем артиллерии проигрывает эсминцам не сильно но все же если одну башню кританут то потеря одной башни будет сильно ощутимо поскольку это выводит половину вашего поэтому играть на нем нужно от торпед и тут вот самая изюминка торпеды здесь очень крутые поскольку прокачанные до 2 модуль купленный дает вам дальность хода торпед до 13 с половиной километров плюс скорость хода странины стоки этих торпед 86 узлов и с модулем в третьем слоте можно разогнать до 90 узлов торпеды идущие со скоростью в 90 узлов но не то что крейсеру эсминцу от них увернуться будет крайне сложно похоже эти эсминцы еще также очень на немецкие поскольку торпеды обладают здесь тоже то есть слабым уроном быстрой скоростью перезарядки и их всего четыре в торпедном аппарате двигатель в штатном режиме в общем сравню я наверное этот эсминец ближе наверное к немецким поскольку сильного . не похоже но разница и здесь будет пожарная тревога в расходниках поскольку немцы есть хотя бы дым и габ у этого нету ни габа ни дыма но он в принципе достаточно хороший во-первых дальность хода даже стоки лучше чем немца на прокачанный еще лучше поскольку идут уже на тринадцать половиной километров у немца же торпеды идут всего на 10 то есть в стоке они идут на девять с половиной на 10 а у европейца уже на 12 на 13 с половиной проигрывает торпеды время перезарядки лишь на 10 секунд по сравнению с немецкими и на четыре тысячи хитпоинтов в уроне но это не столь критичный показатель поскольку я считаю что если торпеды идут со скоростью 90 узлов то увернуться от них будет крайне сложно то есть наносить урон мы будем больше чем немец поэтому по сравнению с немецким эсминцем и европейский эсминц мне кажется в уроне на торпедах он будет лучше плюс как вы видите в начале боя меня сильно законтрил вражеский флетчер это американский эсминц девятого уровня он тоже хорош в торпедах но как вы видите мне удалось скажем так в одиночку его разобрать как мне это удалось сделать с помощью хилок в артиллерии мы конечно же не сильно сильны но у нас есть три хилки то есть мы вступаем в арт дуэль с эсминцем по перестреливались отступили нарастили хитпоинты и вновь вступаем в дуэль у флэчера нету такой возможности поэтому он немножечко в этом плане хуже поэтому мы делаем фраг на эсминцы противника но он кстати нам сильно помешало сделать торпедную атаку по линкорам поэтому торпеды как бы в этом бою я считаю что я засадил в линкор и слишком мало можно сделать и больше но это в тех условиях если вам не будут мешать вражеские эсминцы но вернемся к нашему эсминцу посадил я на него 10 очкового капитана в общем взял базовый билд перков это же профилактика из последних сил мастер торпедного вооружения поскольку играем мы в основном от торпед ну и соответственно мастер маскировки в дальнейшем кто как хочет может прокачивать себе но я конечно же рекомендую братья мастера борьбы за живучесть для эсминцев крайне важен и есть еще вариант взять базовую огневую поскольку это увеличит и нашу эффективность пво и нашу артиллерию на 10 процентов потом брать отчаянный ну вот это вот такой вот мой билд перков который я думаю взять по модернизациям я взял скажем так стандартный билд это в первом слоте основное вооружение во втором взял защиту машинного отделения поскольку у нас как бы дымов нету и то есть скрыться мы не сможем а потеря двигателя или рулей ну для нас для того чтобы скрыться нам это в общем нужно и в третьем слоте есть возможность взять то есть на артиллерию на пво и на торпеды ну в общем тут уже выбор наверное вкусовщины поскольку ну я взял на торпеды поскольку пять процентов торпедом то есть скорости торпедов реально помогает поскольку 90 узлов ну это все-таки серьезно артиллерии мы пользуемся крайне редко это на в случаях необходимости на близкой дистанции поэтому точность сильные роли не сыграть ну а пво пво здесь и так достаточно сильные поэтому братья модуль на пво думаю что не стоит в четвертом слоте взял рулей поскольку они помогают увернуться торпед но в пятом это стандартная маскировка и в шестом взял соответственно торпедные аппараты модификация 2 дабы увеличить скорость перезарядки наших торпед но последняя надежда команды в общем стал я последней надеждой команды тут случился турбо бой за 10 минут разобрали всю команду но тут на любом эсминце в общем сделать было практически ничего не реально на самом деле эти эсминцы довольно таки хорошие просто бывают такие бои в обычном бою нормально подобного не происходит в общем на нем можно хорошо настрелять и он достаточно комфортным во-первых авики сильно не достают ну и дистанцию можно держать и набивать урон на торпедах ветку я эту получил в общем пятый шестой и седьмой уровень на них я немножечко поиграл дабы выполнить задание на камуфляж на десятку потом же когда появилась возможность уже прокачивать эти корабли я сразу же взял девятку то есть и набил на семерки опыта прокачал восьмерку и сразу же взял девятку за свободку все корабли каждого уровня мне показались достаточно неплохими то есть на них можно довольно таки хорошо играть комфортно и никаких там нюансов или каких-то дискомфорта в плане игры на них я не вижу то есть мне они очень сильно хорошо понравились десятка тоже также хороша на своем уровне поэтому для новичков я рекомендую качать именно эту ветку поскольку она во-первых научит вас кидать торпеды поскольку они перезаряжаются достаточно быстро и идут со скоростью то есть достаточно высокой то есть сделал торпедные попадания вам будет достаточно таки легко это тоже такой плюс ну нанесение урона до возможно больших цифер урона не не будет но играть на них достаточно комфортно двигатель форсируем режима на этом у меня наверное все что я хотел сказать по этим эсминцем в общем так подписывайтесь на мой канал пишите комментарии оценивайте видео всем спасибо всем пока и 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 Продолжение следует... Продолжение следует...